О том, что в Богучанском районе орудует неизвестный хищник, семья Байдуровых, конечно, знала. Но только на своём дворе застать его совсем не ожидала. Как обычно, с утра пошли в курятник выпускать птиц погулять. И вот тут началось самое интересное. Открыл, пришёл, забежал домой, сказал, что там куры подавленные и дверь в стайке открыта. Ну я сразу пошёл смотреть курей и какие следы. Может, какой зверь. По следам увидел, что это не крыса, не какой-то небольшой зверь, что-то мелкое. Такие следы в своих курятниках находили и другие жители Богучан. Напомню, об этом мы рассказывали ещё в июле. Тогда Чупакабра, как окрестили зверькоместные жители, уничтожила практически всё поголовье кроликов. Из 40 в живых осталось только 3. 37 кроликов выложила. И все надкушены и лежат. Ты понимаешь? А зубы чьи? Ну вот надкус есть, кровь выпита и всё. Спустя две недели непрошенный гость совершил набег на соседнее хозяйство и перебил всех куриц. Из улик разодраны двери и следы когтей. Пока местные жители грешили на мифическое животное, охотоведы стояли на своём. Это хорёк, соболь и росомаха. И вот теперь завеса тайны наконец приоткрылась. Пошёл смотреть, где мог залезть с обратной стороны, со стороны ручья. Увидел дырку под стеной стайки, откуда выглядывал зверёк, похожий на норку. Пушистый преступник попался в капкан Юрия. Норка питается в основном рыбой, но и от теплокровной добычи не отказывается. Несмотря на свой маленький размер, этому хищнику по зубам достаточно крупные птицы и животные. И хоть нельзя сказать, была ли норка причастна к прошлым нападениям, одно известно точно. Звери это реальные, они мифические, а значит и изловить его богучанцам вполне по силам. Ольга Тишинина, Новости.